Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ежеутренний отчет за вчерашний день. Считай, Никита. Номер 41. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 21.01.2016 года. Я все время говорил, найти, кто мне эту тему. Да сказали, вот это надо, чтобы говорили. Колесникова Николая и Анна. И вдруг мне говорят, никаких нету. Это над вами смеется, там один человек, то ли Петров, Павлов или кто там. Ну и что? Ну даже если это так. Я-то поверил в это, потому что нормальный вопрос был. Мало что враг сказал. Ну даже не зная, враг сказал. А мы, смотри, уже 41-й даем, и больше часа каждый ответ. Людям посещаемость показывает, что не два же человека приходят смотреть это. Ну и по обстановке по всей взял как бы эпиграф ко всему этому. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вот куда ни посмотришь, везде измена, трусость и обман. Царя знали, молились во всех храмах. Как только он, царь, отречение сделал, на пронте было ликование, как в первый день Пасхи. Что такое? Никто не знал, что впереди будет Голгофа всей страны. За царем пойдет вся страна. И кто революции делал, все эти Тухачевские, Бухарщики, Рыковы, все пойдут туда. Никто ничего не видел. Один человек только это видел. Один единственный, который в истории. Это Распутин Григорий Пимович. Единственный. Вот был настоящий пророк. Это самая болганая личность за 2000 лет. Это масоны в базе, где они приняли решение дискретировать его, как сейчас нападает на Рамзана Кадырова. Во всем мире поднялись. А почему? Он сейчас как запор оттуда, чтобы не шли недоброжелатели. Большие изменения будут, если его не будет. Поэтому я всех заранее прошу, помолитесь о нем. О президенте нашем. Да я всех правителей, как президенте нашим, нашим имя иду Российской Федерации Путине. Но Рамзана Кадырова сейчас, ну столько людей, не нашел ни одного обвинения правила. Ни одного. Какая-то женщина что-то вякает, раскулатилась, сидит. Да посмотри на его жену. Это лучший сегодня глава региона. Ну, субъекта федерации или как-то сказать. Даже близко к нему нет. Даже всех вместе взять. И то они до него еще расти и расти надо. Настолько необыкновенный человек и не могут оценить. Прям лопается от злобы. А я заранее давно это говорил, познакомившись с ним. Что-то не так. Убивал там русских. Война была, никто не разбирал. Не надо оправдывать, что убивал. То он за это ответит. Но вы посмотрите, что он делает. Нас пугали в Чечню не ездить и голову только режет. Мы были там три раза. Нас принимали везде как родных братьев. Знают, что мы православные миссионеры. Вот штука-то какая. Ну и я не бываю, никаких у меня мой мир. Вот я в моем мире нахожусь. Я попутно кое-что еще говорить, пытаюсь показать. Что-то у меня не сразу получается где-то. Вот мой мир, моя страничка. Там страничка другая, где я с голубем. То не надо трогать. Там параллельно идет. А вот это, где я обсуждаю. Вот смотри. Смотрите, как он лукаво смотрит. Как он прижмурился. Ну, недоброжелатель. А другие. Ой, какое лицо. Там отзывы такие. Я не знаю, несколько тысяч там этих плюсов пришло. Ну, никак. Но я могу сказать о происхождении фотографии. Мне нужно давать было объявление о лагере. Я зашел в редакцию. Сразу же тут же сообщили. У них отдельно. Это краевая редакция. Алтайская правда. Сразу же в студию, где у них кто-то. Пришел Андрей Кас пришел. У меня фотографировалось сколько? Я даже не знаю. Ну, им интересно это. Я никогда на руку не закрываюсь. Я посмотрел. Ну, 120 снимков только сделал. И вот один из них я взял, поставил здесь. В шапке. Так, ну, я же это придумываю-то. Прямо вот оно нападает, когда оно хотя бы глянуло. Ну, и такое есть. Другого нету. Пока другого нету. Вот. Мы как можем, так и работаем. Дальше. Я не бываю в контакте. А модераторы оттуда берут, переносят на наш форум. Вот. Сказал наш форум. Надо показать форум. Вот наш форум. Где он? Посмотрите, как выглядит. Прямо на него заходите. Зарядите Яндекс, Гугл, Игнатий Лаппинг форум. 1587. Тем, тем. Это огромный-огромный форум. Там все. Патриарх, там его выступления. Тут люди вообще не спорят. Приходят. Вот уже за полгода, наверное, ни одного спора никакого нет. Но каждый день 350 человек-то что-то делают здесь. Они приходят. Смотрят. Что интересно. Однажды администраторы заметили. Одновременно. Это примерно в 10 утра. Сразу появляется новых 50 человек. И при том рассыпанные как бы по темам. Одновременно 50. И ни одного не было. И вдруг 50. Это очень необычно. Потом проходит час. Все 50 одновременно уходят. Это или класс какой-то семинария. Или в КГБ. Так и не могли определить, что это такое. И так было месяца два, наверное. И вдруг раз, все кончилось. Теперь нигде ничего. Ну, то есть нормально. Идет так и есть. Вот. Теперь сюда ко мне приносите. А то потом прочитайте, как идет. Чтобы не таскать туда и сюда. Ну, и объявление дал, чтобы кто-то брал по одному ролику. Там содержания нет. И дал содержание. Вот посмотри, такая. Я крупно сделал. Считать не будем. Но сами тормозните и прочитайте, о чем здесь говорится. Вот так. Ну, и теперь посчитаем, что у нас тут за день. Немного. Сегодня я решил маленько изменить. Просят тут кое-что. И документально надо подтвердить. Говоришь, они не верят. А то такие люди есть. Были, вернее, как. У нас популярно очень в православии. Восточная церковь Ян Златоус. А в западной церкви Ероним Стридонский. Вот он перевел Библию на латинский язык. Подвижник. Он говорит, меня допрашивают. Я отвечаю. Они не верят. Я снова отвечаю. Считают еретиком. До гроба доводят. А почему? Ему не могли простить. Одно произведение он написал. О нравственности священства. Ероним Стридонский, умерший в 420 году. О нравственности священства. Он знал это досконально. Так язычники от руки переписывали и непрерывно тиражировали. Друзья говорят, что ты сделал? Ты мать церковь раздел. Посмотри, выйти нельзя. Все показывают. Какие вы христиане. Вы подлые. Вы гнусные. Вы изменники. Вы предатели. Он ничего не отвечает. Я говорю то, что есть. Где эти, которые его клеймили? Ни одного нету. Ни этих, которые тогда были там Петровы, там Скоротовские, Дудины, Дуэлевичи, там кого нету. Никого нигде не знаем мы нет. Это все мошкара. А Ероним Стридонский, он почитается в православии. Вот когда я написал книгу к истинному православию, то в предисловии написал, что такого труда, вот как истинный православие, 40 лет материал собирал о всех, о таинствах, обо всем. Может быть, со времен Иронима Стридонского не появлялась нигде. Письмо о православии, она книга моя здесь есть. Посмотрите. Вот считаем, что вчера у меня было здесь. Бартош Заглоба пишет. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Хочу спросить, были ли вы в Словакии? Встречались ли с местными православными ваши впечатления от страны? Как вы считаете, кто прав по святым канонам в катарском конфликте антиохийской и иерусалимской патриархии? Молитесь ли вы за православных исповедников Македонии, Украины и Палестины? На последний вопрос сразу отвечаю, молимся каждый день. Каждый день. И в дневных, и в ночных молитвах. А то, что мы были, не были, я должен документы показать. Я сейчас покажу, пока вы увидите этот документ. Попрошу, Володя, как-то бы поближе. Так, а ты считай, я буду держать, вот так, а ты считай. Так, секретариат главы Чеченской Республики. Тридцать, дальше, это не надо считать адресы. Так, старости крестовоздвиженской общины Игнатий Тихоновича Лапкину. Досточтимый Игнатий Тихонович, по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, отвечая на ваше письмо, направленное в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, выражаю благодарность за добрые пожелания, а также переданные книги и печатные материалы. После ознакомления на заседании этнического совета сборник ваших трудов будет передан в библиотеку православного прихода храма Рождества Христова Станец на Урской Чеченской Республике. С уважением, советник главы Чеченской Республики А. Черкашин. Видите как, мы у него были там, конечно, лично мы не встречались, приехали уже, рабочий день закончился, и как-то, не знаю почему, нас пропустили прям вплотную, где он находится-то. Я говорю, так как вы попали? Я говорю, там пропустили нас, то ли они отвернулись, не видели, и мы с газелью своей там, прям проехали вплотную. Ну и нас там приняли, очень хорошо, благожелательно, ну как родные. И выехали оттуда, и вдруг как вот поток пошел, такого даже не видели, колеса наполовину скрываются идем. Ехали когда, и ну ночью ехали там где-то, вы выезжали когда, какими-то чуть ли не тропами. Вот. Ну и попутно, у меня они лежат так без разбора, документы. Речь идет о книгах. Я не знаю, то ли мне что-то взять, надо, а не, как-то рука трясется, и... Давай, ладно. Я могу держать. Считай. Сразу читать вот сюда. Вот, вот, сначала заголовок. О книгах, за которыми гоняются лютые волки, нещадящие стадо везде. И пришлось обратиться в Министерство культуры. Министерство культуры Московской области. Ну тут адреса проще, покажи просто. Батугину МС. Вот он обращался. Там он в Московской области живет. Струнино. Дальше. Уважаемый Михаил Сергеевич, в Министерстве культуры Московской области рассмотрено ваше обращение о книгах Лапкина и Игнатия Тихоновича, переданных муниципальными библиотеками Московской области. Принимаем во внимание то, что эти книги находятся в свободном доступе в Российской государственной библиотеке, исторической и парламентской библиотеках, а также то, что библиотеки обязаны соблюдать конституционные права граждан, А в частности, свободно получать информацию любым законным путем Министерством культуры Московской области в адрес руководителей органов управления культурой муниципальных районов, где расположены указанные в вашем обращении библиотеки направленные письма с рекомендациями принять меры по урегулированию сложившейся ситуации. Заместитель Министерства культуры правительства Московской области С.Н. Горушкина. Ну, понимаете, вот там письмо пришло, но там все, как бы, но не все. Я собираю книги и в подарок этой Горушкиной оттуда теперь благодарность приходит. Какие? Новый завет, трехтомник, то есть эти книги, трехтомник, видели в библиотеке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. То есть я подарил всем. Ну, понимаете, все это необычно, Бог полагает на себя. Тысячу экземпляров всего только выпущено-то. Из них 900 я решил подарить. Ну, еще 900 не подарил, а только 600 с чем-то. А остальное попытаюсь как-то где-то, кто-то приобретает. Ну и вот попутно показывают документы. Вот библиотека имени Ленина. Так это нет. Историческая, московская. Видите, какая печать. Покажи, везде одинаково. Покажи один раз. А другой раз только подписи показывать и печать. Да, Москва, историческая библиотека написана. Ну так, печать. Чтоб крупная печать была видна. Дальше. Вот это вот печать, другое. Что тут? Президентская. Это как? Город Москва. Президентская. Вот она. Что тут? Какое печать? Управление библиотечных фондов. Парламентская библиотека. А, парламентская. Вот она какая. Парламентская. Вот она. Видите, как это они писали там. Вот какие книги. Что? Это когда мы ехали, везде с тобой это брали. А вот библиотека государственной имени Ленина. Ну, маленькие такие. Вот внизу даже печать как-то показать. Какого числа тут видно? Кто расписался? Там не могут взять. Когда я говорю лютые волки, вы понимаете. В Библии встречается это слово только один раз. Деяние 20 глава, 29 стих. Относится к епископам и священникам. Христианской церкви. Никому больше. Они за книгами люто носятся везде, пытаясь уничтожить. Но тут они не могут ничего. Говорят, не по зубам. Вот спросили про Сербию. Это откуда нам такая? Давай, считай слух. Это она такого цвета. Она и есть. Она не в масле варилась. Смотри, какое. Захвальница. Ну, хвалиться это понятно. Игнатий Лапкин. Народная библиотека Сербии в сердечности захвалю Сарадницима и Кадардавцима Коису своим родом и вредно поклонима книгами, часописима в другом граф, не знаю, хом. Ну ладно, не важно, не считай. Вот, видите как? Даже покажу с обратной стороны, какая она. Как нас там приняли, как вышли, как провожали, фотографировались. Как будто бы я вернулся из дальней поездки к родным и близким. Вот и все. Я сейчас буду показывать документы. Вот документы. Откуда это? Администрация президента республики Беларусь. Ну, покажи просто. Все считать не надо. Вот это вот, прочитаешь. Вот адрес мой. Уважаемый Игнатий Тихонович, администрация президента республики Беларусь благодарит вас за присланные книги. Для слова Божия не туз. Новый завет. Первый, второй, третий тома. Желаем вам доброго здоровья и активного долголетия. Мы за него все время молимся. За батьку. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц С.И. Буко. Это не копия, посмотри, это видите, это оригинал. Это не выдумка, просто так. Теперь смотрите, какая благодарность. От московской патриархии. Русская православная церковь, московский патриархат, екатеринбургская митрополия, храм-памятник на крови во имя всех святых, в земле российско просиявших, духовно-просветительский центр, патриаршеств подворья. Ну и тут показаны адресы, что пишут, не знаю. Библиотека Державная духовно-просветительского центра патриаршее подворье с благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завет» с толкованием блаженного феофилакта с комментариями Лапкина. Симфония на жития святых, симфония на неканонические книги Библии и для Слова Божия нет уз. То есть это мы уже полные комплекты не имели и дарили только вот эти книги. Дальше, кто тут? Заведующий библиотекой Державная Редкошеева ЕВ. Вот подпись и печати, то есть этой подделки никакой нет. Дальше, я просто несколько покажу. Это что? Национальная библиотека святитель Кирилл и Мефодий Методии. Ну-ну, это Болгария. Уважаемый господин Лапкин, от имени руководства Национальной библиотеки имени святителя Кирилла Мефодия разрешите поблагодарить вас за книги, которые вы представили в дар нашей библиотеке. Мы высоко ценим ваш жест. Разрешите пожелать вам здоровья и успехов. С уважением Боряна Христова. Я просто скажу, где-нибудь вы найдете еще такое, чтобы автор писал, а потом даром раздавал и по всему миру развозил. Как я знаю, по сегодняшний день никто не знает. Причем Бог положил на сердце, а вы говорите о себе, ну а как я могу тогда это сказать, скрыть, сколько людей добрых приняли. Мы вокруг земного шара по экватору 40 тысяч говорят, но и мы три раза с лишним объехали за 4 только года. Это не шутка. Мы все-таки около 600 городовых сел, 600. Каждый раз это надо было прятаться, подъезжая к городу. Как мы машину скрываем? Тут у нас все есть. И вот когда по районным центрам шли, ну мне племянник помогал здесь, Калашников Марк, вот видите как, нужна нам такая карта всегда была. На каждый регион Российской Федерации за рубежом. Вот такие карты у меня целая пачка была. Центральные, ну районные центры, это районные. В каждый районный центр завозить. Понимаете, какой тут труд был. Я не стал показывать, это все в пачке большие. Вот, попутная книга. Везде мы оставляли вот такое вот, что говорит Лихачев. Отрезаю и говорю. Академик Дмитрий Сергеевич, что? Говорит, библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, культура не погибнет в такой стране. Академик Дмитрий Лихачев. Да, все, Сергеевич. Дмитрий Сергеевич. Пожалуйста. Я отрезаю, каждому даю. Библиотекарь это крупно, потом пишут у себя, кто не знает это. Вот попутно получил от Корнилия, старообрядческого митрополита. Уважаемый Игнатий Тихонович. Русская православная. Старообрядческая церковь, да. Дальше кто? Божьей милостью, Корнилий митрополит, Московский и всея Руси. Ну дальше адрес и дальше что пишет? Благодарю вас за подаренные мне книги. Внимательно их читаю и узнаю много интересного, нового и полезного. Вы смотрите, какой человек. Много интересного, для него нового и полезного. А эти попы ничего не видят, патриаршие. Ничего не видят. И похваляются, как книги сжигали. А потом, когда встречаемся уже, он опомнился, как будто бы с того света вернулся. А сейчас к нам приезжает. Да я и не сжигал, я просто так сказал. А то, братья и сестры, у нас тепло в храме. Тепло, батюшка, спаси Христос. Так это я книги Игнатия сжег сегодня в кочегарке. А то с капиталью говорят. Что, называть вам нужно это? Я назову имена, но теперь просто говорить уже про прошлое. Дальше что пишет? Разрешите вам подарить книгу моих проповедей и брошюру о борьбе с пьянством. Это все, что мной издано на сегодня. Если сочтете возможным, напишите свой отзыв. Буду весьма благодарен. С уважением, Смиренный Корнилий, митрополит Московский Северский. Вот он, Смиренный Корнилий, я сдал отзыв, и вот что он пишет. Считай. Я ему замечание сделал по этой книге. Уважаемый Игнатий Тихонович, мир вам и вашим близким. С пожеланием помощи Божьей во всех благих делах. Получил от вас отзыв на мою книгу проповедей, за что весьма благодарен. Вы пишете, что сделали мне мало пометок, читая эту книгу. Я хотел бы с ними познакомиться при личной встрече. Если сможете, приезжайте в гости к нам в митрополию на Рогожском. Благодарю за подсказку относительно обращения братья и сестры. Постараюсь впредь исправиться. Тут никогда братья и сестры не надо говорить. В Библии этого нету, только братья. Братья и сестры ни разу в Библии не сказано. Ни из Златоуста никто не говорили. А сейчас братья и сестры, братья и сестры. Почему? Если к ней обращаешься, она может говорить. А жены домолчат. Даже этого не знает. Он сразу это принял. И патриарх, и все братья и сестры. Сталин, говорит, братья и сестры. Братья, все. Подражайте Христу. И дальше. Вы спрашиваете возможности посещения одновременно вашего прихода и прихода РПСЦ. Русской православной церкви. Да. К сожалению, это исключено. Хотя бы по причине одного из пунктов вашего устава. Кавычки открыты. Полная свобода перстосложения до послереформенного двух- и трехперстного. У нас в РПСЦ такая свобода недопустима. С уважением, Корнилий. То есть у нас в Потеряевке живут старые обрядцы. Это моя родная сестра. И сестра моей жены. У Надежды Васильевны, Нины Васильевны. И они ходили, а им запретили. Не переходить, ничего. Просто не сидеть дома во время литургии. То есть на обеды можно. Приходят на концерты, можно. А молиться нельзя. Ну ты молишь. Они обычно так, чтобы не совмещаться, когда молятся. Кто-то кланяется. А они маленько затормозить, чтобы синхронности не было. А где-то на секунду, на две попозже. Я говорю, ну пускай так молятся. Но так как у нас в Пустаре написано, молишься, ты двуперстный или траперстный. Это не имеет значения. Это мне уже не простят. Вот, пожалуйста. Ну и вот дальше. Я еду, когда мы ездили. У меня документов с собой. Слушайте внимательно. Более 500 документов было. Почему? Мы незнакомые. Едем по всему миру. Взяли нас, арестовали. Так я набрал журналы, центральные журналы страны нашей, где мы с фотографиями, у нас большие статьи написаны. Это журнал охраны, допустим, Министерства внутренних дел. Или там, ну такие. Прямо по благословению патриарха журнал издается. Ну какое. Дай-ка вот внизу вот это. Вот пачка лежит. И тащи-ка ее. Я сейчас, да, да, да. Я сейчас покажу. Вот этот журнал. Ага. Вот он, Русский дом. Это журнал непростой. Это очень сильно популярный журнал. Сейчас я вытащу его. Вот. Держи-ка. Это мне дали, там я ездил. Выписали. Считай кто. Журнал для тех, кто любит Россию. Так? Так. Вот так. И теперь смотри, что тут, какую статью-то они поместили-то. Это журнал непростой. Это журнал непростой. По благословению. Вот. Держи. Вот она. Гляди. Так. В этой деревне огни не погашены. Вот посмотрите. Это о Потеряевке. О Потеряевке. Дальше. Сколько фотографий. Вот епископ Максим Дмитриев. Он сейчас там в Ельце. Вот. Видите, какие снимки. Сколько снимков-то? Батюшка идет. Вот я стою с голубем. Это на другом моем мире. Такой рисунок. Наши дети идут. Вот сколько написано. А это журнал-то. Смотрите какой. Сколько тут благословений на него. От Патриарха. От Крестьянкина. Ну. Вот круто. Что тут написано вверху? Журнал издается с 1997 года. По благословению Патриарха Московского Аксия Руси Алексея Второго. Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. Ну понятно. В этот журнал попасть. А мы нам дали много. Я им книги подарил. И они нам подарили. Я не знаю сколько. Сейчас трудно сказать. Ну думаю. Я уж на килограммы. Килограмм 70. И поэтому эти журналы. А журналов 30 номеров. Разных номеров. И мы ехали по всей Европе. Везде дарили. Видите как. Они очень рады этому были. Вот. Пожалуйста. А вот мы такие там расходники. То другое. Остановитесь маленько. Это. Школота вокруг бегает. Подвизгивает. Теперь смотрите. Я плохо слышу. Но то ли я придуряюсь. То ли плохо слышу. Вот посмотрите какой редкий документ. Меня специально на стационар положили. Исследовали. Видите какая схема. Еще тут написано. Администрация. Администрация Алтайского края. Краевая клиническая больница. Барнаул. Справка. Дана Лапкину Игнатию Тихоновичу для свидетельства в том, что он действительно находился на стационарном лечении в отелоренгологическом отделении. С 3.03.03 года по поводу двухсторонней нейросенсорной тугоухости, снижения слуха, шепотная речь, разговорная речь, у ушной раковины с обеих сторон, аудиограмма прилагается. На фоне двухстороннего кохлеоневрита смешанного происхождения, наследственная предрасположенность, дисциркуляторный и постинфекционный генез. Из-за резкого снижения слуха на оба уха речевой контакт затруднен. Больной нуждается в посторонней помощи, в переводчике, в кавычках. Справка выдана для предъявления в суде. Видите как. Выгнать, пожалуйста. Подержи, что у меня руки трясутся. Все. Мы поехали когда. Ну составили, я в своем теле завещал, чтобы из тела ничего не брать, если я умру, где меня похоронить, привезти. И составили. И Виктор Андреевич, переводчики на английский, немецкий, французский, за все платите. Все нотариусом заверено было. То есть у меня документы такие были. Ну больше 500 документов-то. И приходилось показывать. Я уж не говорю о собаке, там прививки разные. Поэтому мы очень тщательно готовились. И вот у меня документ был. Редчайший документ, я скажу, в единственном числе. От Русской Православной Зарубежной Церкви. Считай. Президент Синод Бишопс Русской Ортодокской Церкви Зарубежной Россией. Дальше. Игнать Тихонович Лапкин преподается нам Божие благословения на всестороннюю миссионерскую деятельность. Проповеди Слова Божьей, защиту и укрепление веры в России. Скайп Православной Церкви. Митрополит Виталий. Митрополит Виталий, иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви. Архиепископ Нью-Йоркский и Восточно-Американский. И архиепископ Монреальский и Канадский. День Пасхи, а Кирио Пасха. Что означает? Кирио Пасха. Это 7 апреля. Благовещение совпадает вместе с Пасхой. Вот, пожалуйста, документ. А я мирянин. Я даже не был щитцом еще. Какой документ? А кто вас благословил? Бог благословил. Это в первую очередь. Дальше. Это мы посмотрели. Вот. Показать. Какие у меня здесь есть документы. Ну, а остальное, значит, вот такое вот. Смотрите внимательно сейчас. Ну, представьте, что таких документов у меня более 600 даже. Документов. Это 600, это надо проехать было. Это где? Сербия. А Сербия спрашивает. Белград. Вот у них какая маленькая печать внизу. Дальше. Я буду показывать, а ты складывай туда дальше. Это Рига. Рига. Внизу печать просто покажи. Так. Венгрия. Бухарест. Вот она внизу. Это печать такая. У них никак у нас. Австрия. Вена. Вот она, видите, печать. Это они писали сами. Австрия, Вена. Так. Болгария. София. Московский патриархат приняли в храме там. Вот оно где. Тут написано, кто иеромонах. Вот. Дальше. Рим. Рим. Вот внизу это их. Рим. Так. Копенгаген. Королевская библиотеки. Вот так. Это, кажется, без печати она на улице принимали. Так. Словакия. Вот спрашивали про Словакию. Братислава. Надо показать, кто библиотекарь хотя бы. Вот. Чехия. Прага. Вот она внизу, печать. Польша. Варшава. Вот она, печать. Это где мы проехали. Так. Болгария. София. Национальная библиотека. Вот печать побольше, маленькая. Так. Азербайджан. Баку. Просто несколько, несколько всего перевернуть. Молдова. Кишинев. Вон внизу, печать. Армения. Армения. Ереван. Вот какая печать. И подписи показать. Приднестровье. Она ни к тому, ни к тому не относится. Как-то посередке там стоит. Вот печать, где и есть. Так. Беларусь. Минск. Ну, Беларусь и там в разных городах. Я взял только один. Минск. Вот печать какая. Покажи. Украине. Вздули поперек. В Крыму в одном. Там несколько десятков мест, наверное. Вот. Украина, Киев. Какая библиотека? Национально-парламентская библиотека. Вот она. Печать. Украина, Киев. Я не беру. В Харькове, в Одессе, в Николаеве. Во всех городах. Там везде я дарил. Какие книги? Вот написано. Почитай. 38 книг. Это между делом. Так, вот какое дело. У меня вчера происшествие было. А, ну вот это все. Посмотри, какие пачки вот дают. Вот все это. Какие города и везде пачки, пачки, пачки. И нужно было это доказать. Вот. На простой вопрос как отвечаем. Дальше читаем. Владимир Хурс. Игнатий Тихонович, купите штатив для съемки. Кто вас снимает? Кто нас снимает-то? Мы снимаем с Володей. Вот так дальше. Оператор постоянно тягостно вздыхает, кашляет, шипит. Если ему тягостно, то пусть хотя бы не издает звуки, отвлекающие от ваших слов. То есть это не на этот ролик, так говорится, а который записывал ты. Вот здесь, который, когда записываешь, другие. Под каким роликом это было? Не вот этот ролик. Не утренний. Так. Вчера интересный разговор состоялся у меня. Считай. Сергей Парализованный, город Воронеж пишет. Никита или Володя дома? Игнатий Лапкин, никого нет. Третье царство, 19.10. Пророков твоих убили мечом. Остался я один. Но и мои души ищут, чтобы отнять ее. А он отвечает. Как воскреснет один из них, напишите. Я не был дома. Я напишу ему сразу же. Раз уже. Так, еще один Олег. Игнатий Тихонович, у вас рука болит. Нужно взять кедровое масло и с ним сделать массаж руки минут 15. Затем укутать чем-то теплым. С уважением, брат Олег, храни вас Господи. Ну правильно. Это я знаю. У меня уже легче сегодня, видите, уже я рукой поднимаю. Вчера было происшествие, я же лажен наружу. И обледенели эти палочки, которые лестница идет. Снегом засыпано. А я прошел голубям, там пшеницы набрать. Голубям, которые в комнате у меня. Одна банка такая, и другая лущеный горох. Я две банки-то держу и спускаюсь. Показать даже валенки. А валенок-то вот какой валенок-то. Он подшитый лентой. Острый-то. Ну и только начал спускаться с крыши-то. Ну и нога-то соскользнула. А я две банки держу, одной рукой больной чуть-чуть. Ясно, что я не удержался-то. Ну, я и кувыркнулся, и полетел с лестницы. Говорит, хочешь падать, соломки подстери. Но Господь снегу подстерил. Ты единственный, наверное, кто меня видел, как я летел. Ну да. Как ты меня увидел-то? Где-то с полсекунды. Ну как, я сидел перед окном, как раз Игорь зашел. Я с ним говорил. Крям лав. Да, я так повернулся, ну как, прям к окну, вижу, как раз, что-то легкое, так прям туда в снег, так быстро очень так опустилось. Опустилось, видите как. Опустился. Ну еще там маленькая дорога, которая подпорки были, задел, шкуру снесло. Гляжут белые. Я говорю, наверное, до кости. А Игорь говорит, нет, это жировая подкладка-то. Ну тут уже замотали, положили. Не стучит ночью. День уже прошел. И главное, все ощупал, все целое. Вот если бы я убился, вот которые недруги бегают, они бы сегодня молебны, благодарственны, с водосвятием заказали бы по всей стране, что Бог не зверг, демона с неба. Я знаю, что какие слова вы говорили. Помиловал Бог. Притом уже сколько раз в моей жизни было, приходились такие, я попадал, одни от меня зависящие, даже от обстановки-то. И оборачиваюсь назад, я один живой. Почему? Значит, Бог бережет. Провидение, говорит, спасает, как Гитлер говорил. Итак. А, ну тут с одним человеком мы беседовали. Ну а он, ну там ролик составленный был-то. Ну а я отвечаю на это, я всегда так отвечаю, смотри как. К этому нужно добавить, что когда кто-то что-то просит у кого-то, то должен заранее рассчитывать на равную благодарность. И при двух исходах. И на да, и на нет. То есть ты просишь, просишь. Поэтому могут отказать, а могут дать. И поэтому ты равно должен быть благодарен. Дальше. Я это говорю жене и друзьям, а иначе просить и не нужно. Просто бери за грудки и бей коленом между ног тому, у кого хочешь чего-то добиться. Ну взял его сразу и показал, вот так надо. И далее. Лучшего ролика на пользу делу трудно изобрести. Тут полным аншлагом речь идет о пользе света. И этот свет исходит. Или к свету путь проложен вами. И кому не будет понятно, что мы не чужи друг другу. Одно дело словом. Слова. Одно дело слова. А тут самим делом подтверждается, что мы нужны друг другу. Один лежащий говорит, а трое ходящих рады прислушаться и выполнить. Пример просто чудесный. Ставлю. То есть он не хотел, чтобы ролики ставлю. То моя хозяин ролик, я говорю, ставлю. И тут один пишет на ролик, который я выставил. Ролик называется вот так. Еремея 21.5. Сам буду воевать против вас во гневе и в ярости. И вдруг пошли ответы. Отвечает кто? Алиф. Алиф. И он отвечает. Ужасно смотреть на все это. Человек даже не понимает, что общается с другим человеком, который гораздо старший и опытнее его и многое претерпел. Ему бы молчать и спрашивать. А он бормочет что-то, цитирует ТВ и брошюры. Речь бессвязная. Ужас какой-то. И это пастор Христов. Про чеченцев что-то бормочет. Ему бы поучиться у чеченцев, как общаться с людьми, которые старше его. Гадость какая. Как жалко, что Лев Николаевич Толстой остался никем неуслышанным. Это он меня называет, видимо, Толстым. Михаил Кальмаев на этот же ролик отвечает. При всей своей хорошести этот батюшка абсолютно бесполезен. Ему можно ответить словами Христа. Матфея 16, 23. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». «Это на сегодня. В будущем, если перестанет быть любвистом, а станет реалистом, может быть полезен Богу. Слушает самого себя и излагает свою правду. Настолько уверен в своей правоте, что не слышит собеседника». Андрей Ковалев. «Где же находится истинный критерий истинного христианина? Много самых ярких верующих и служителей разных от деноминаций и вероисповеданий. Повидал, читал, слышал и вникает в их учение образ жизни». Ну вот я объясняю. Слово деноминации, конфессии, это слово ересь прикрывается. Никогда не поминайте деноминации. Есть церковь, есть ересь. Только так и объясняйте. Замените эти слова. Не надо, нет этих слов, это придумали деноминации, разноверия, ересь. А кто это говорит? Феодосий Печерский. Феодосий Печерский. Дальше у нас есть такой ролик, группа Дятлова, называется... «Погибла от бесов». Ой-ой-ой, как летают на этом, ругаются, сегодня матерками залезли. Да вы там, что говорите? Не верят, что бесов вообще не существует. Кто погибли? Бесы. Бесы, они внутри их разорвали. И они почему прорезали палатку-то? Увидели, страшилища такие заходят. Бесы, это гора демонов. Там много видят летающих объектов. А эти НЛО, это все демоны. Вот немножко сегодня где-то было. Теперь, хочу сказать, что у нас свой видеоканал, вот он. О, кто-то зашел. Пока говорили, кто-то зашел. Видите, какой канал наш. Сейчас я посмотрю, что тут есть. Канал. Гоголь. Гоголь Кек. Какой-то Кек. Разное. Что он говорит, Гоголь Кек? А по-моему, от души человек говорил. Дальше. А по-моему, от души человек говорил. По-моему, от души что-то много. Она и зачем это нужно? Вот только говорит. Для чего? Все копирует у меня это или хочет что-то доказать. То есть это уже баловство. Если так будет баловаться, значит разговоров никакого не будет. Я его просто удалю. Я, по-моему, ну сказал один раз и все. То есть заставят. И мало того, еще по-разному. Вот это начинает троллить тут. И вот смотрите, вот когда ко мне люди просят от друзей, я повторяю, чтобы фотография была большая, смотрел вот прямо, вот он сидит, Лифанов. Ну вот как женщина сидит, военный так. А не так, как это где-то какое-то здание, и там махоньки из-за дерева выглядывать. Я их всех выкидываю. Я как-то три дня тут посмотрел, из друзей около тысячи человек выкинул. Принимал нормально, они меняют все время. То машины, то дерево какое-то, то кошку поставить. Еще с кошкой дружить буду. Ну обман просто. Не надо обижаться, ничего. Какие поступили у меня известия за день на наш форум? Александр Васильченко, 35 лет, рудный, Казахстан. Фотографии решил показать разные. Вот тут, видимо, у него бетономешалка, я так понял. Дальше ребятишки стоят и пишет. Игнатий Тихонович, дай вам Бог большого здоровья за ваши огромные усилия. Смотрим вас всей семьей. Правильно сказали. Нет места лучше для воспитания деток, чем у вас в деревне. С праздником вас всех, извините, сразу не поздравил. Просто волновался. Давно хотел вам написать и не знал, как начать. Правды в мире почти не осталось. Но случайно увидел вас. Я думал, нет таких людей, как вы. Я рад, что ошибался. Огромное вам спасибо. В мае на День деревни, если Бог даст, то мы обязательно приедем. Как можно до вас добраться на своей машине? Можно добыть до Барнаула, а потом поездом? Ну, тут как сказать. Я сейчас мог бы сказать, я не ожидал этого вопроса. Тут что-то вор. Где-то должно быть. Слово М, посмотри, маршрутка. Есть, нет? Выше надо, выше. Выше? Нет, ниже, наверное. А тут наоборот поставлено где-то. Посмотри, слово М, маршрутка. Сейчас, сейчас, сейчас. Прошли его, кажется. Выше вот тут. Еще. А, вот маршрутка, да, где-то есть. Где? Вот это вот? Вот это тем. Маршрутка тем. Вот, смотрите. Как маршрутка. Без разрешения, это дополнительно так. А вот маршрутка какая, где находится. Я просто считать не будем, но я протащу дальше-то. Все, полная маршрутка. Снова. Фотографирую, а потом вы видите. Не приезжать ни под каким видом. Тем более, если курящие и прочее-то. К этому ничего не будет. Просто не будет. Очень подробно описываю, как проехать. Вы запишите, а потом в мой мир пишите мне, не здесь. Потому что здесь я никогда не отвечаю. На форуме я не отвечаю. Когда, ну, на форуме, ну, редко, то есть, так сказать. Вот оно. Вот телефоны. Видите, какие. Вот. Вот. Слава Иисусу Христу. Видите, как мы. Все на этом. Вот вопрос задал. У меня уже отвечено было. И все это понятно. Дальше. Что у нас было. Ну, вот такой ответ вам. С ребятишками в лагере. Поэтому мы можем принять, если заранее договоримся, все условия подходят. Что с собой брать. Обязательно хлеба брать. Там в деревне затруднения с хлебом. Потому что ни магазина, нет ничего. Еще. Иерей Антоний, родной город Санкт-Петербург. Игнатий, с праздниками вас поздравляю. Много вам и благая лета. Хотел спросить, а почтарей голубей у вас кто-нибудь разводит? Разводит. Я мог бы даже сказать, где и как они. И они соревнования идут. У барнаульских голубей очень ценятся. У них соревнования было. Сейчас я могу ошибиться, но залет был где-то на тысячу-полторы километров. И оттуда они приехали. Люди здесь около моста. Большой, самый главный мост. И там большая надпись. Большая, огромная. Барнаул. И они приехали. У них там газели специально. Ну там клетки для голубей. И стенка полностью открывается. И все это фотографируют. Голуби-то все с этими скольцами. И он открывает. Они как, говорит, ударились. Он 70 голубей что ли привез один. С разных сторон страны приезжают. Ну и теперь там они залетают. И счетчик отсчитывает сколько. Чьи голуби быстрее летели там и проще. Он приехал. Криворотов Владимир Иванович. В Барнаульске. И он, говорит, был в Москве. И там один продавал голубку. Сейчас я не помню сколько. Ну 5 что ли тысяч долларов за нее давали. Он не продал, говорит. Такие голуби дорогие. Чемпионом является проданная в Японию. Прилетела в Москву голубка сама. Вообще это рекорд. Екатерина Теникова пишет. У всех высоких, о человек, одно Отечество. Горний Иерусалим. В котором сокрыто житие наше. Святитель Григорий Богослов. Фото более ранее. Она у нас принимала крещение. Тувинка кажется. Видите. Очень хорошая девушка. Замечательная просто. Свежее фото декабрь 2015 года. Смотрите как она уже одета. Посмотрите на нее более ранее. И вот она здесь. Смотрите какая красавица. Игнатий Тихонович, помоги вам Господь в вашем намерении нести слово Божие мусульманам. Дальше. Артем Петров. Игнатий Тихонович, у вас если человек опоздал на богослужение, то он пишет объяснительным. Это правда? Да, правда. Правда. Так у нас принято это. Опоздал. А один раз опоздал, он должен устно сказать, почему я был на работе, ничего не надо, с работы успел или что-то. А если причины никакой нет, он должен сказать, а уже там староста или у нас специально смотрители, которые смотрят за порядком, он должен ответить. Так написано, на стенке висит. А если на 7 минут, которые были, 3 раза, если на 6-7 минут опоздал, считается за полное опоздание. Правда. Ну, у нас, я за последнее, я сейчас не могу сказать сколько, но за примерно за 5 лет ни одного объяснения не было. Ни одного, никто не опаздывает. Вообще у нас этого нету. Приходит, это мы знаем, али издалека, за пределы города, транспорт не приходит, нету. То есть в уставе это есть, вот как нужно сказать. Какой снимок чудесный, смотри. Там вверху было написано. Наталья Евставчева, мой первый сын у ледениска. У нее крестик на голове, кажется, там. Ну, да. Дальше что она пишет? Игнатий Тихонович, со святым крещением вас, мира душевного спокойствия и счастья. Скажите, пожалуйста, вы могли бы помолиться за младенца Викторию в 3 годика рак мозга? Врачи не досмотрели. Господи, помилуй Викторию, да воля твоя святая это совершится. Сергей Любин, город. Какая рыба-то у него, это ценнейшая рыба. Игнатий Тихонович, я при любой возможности делюсь вестью, даю информацию. То, что черпаю от вас, при многом не помогает. И скажу, больше ведете меня как слепого. Я знать про это не знаю. Мне интересно, на занятия в университет приходят, записки идут. Я ваша духовная дочь обратилась, я говорю, нарожал и знать не знаю никого. Я сын, там, духовный. Бог обращает, я-то тут при чем? Иван Безмещук, родной город Могилев-Подольский. Вторая Украина. Игнатий Тихонович, вот фильм, рассказывающий о служении заступничества за христиан, гонимых во времена Советского Союза, за отказ идти на компромиссы с безбожной атеистической властью, в вопросах управления церковью и ее служением в погибающем мире. Там и Барнаус вспоминается. И как зарегистрированные не принимали узников слова старых баптистов. Да, ну вот они, которые были, да, я знаю, смотрел, я их людей этих знал, вот в чем дело-то. Но что это не православные баптисты? Баптисты не зарегистрированы, наоборот, они к регистрации не зарегистрированы. Вот здесь буквы не надо поставить было. Действительно так. А православных никого не было. Всюду измена, трусость и обман. Вот. Еще немножко из старого хлебнем. Считай. Новая Миша Хименец. Визитка «Новая жизнь». Мир вам, Игнатий Тихоневич, пусть Бог царствует в ваших мыслях. Прекрасно. Ну вот, что я могу сказать? Ворота не бреть Михаилу. Ну а «Новая жизнь» это название, вот слово реабилитация. Чего ради реабилитации это? Кто это слово придумал? Какая реабилитация может быть? Реабилитация это прощение. Вы-то какое прощение имеете? Нет, это абсолютно неправильное название. О наркоманах речь идет. Алексей Куликов, город Ярославль. Что у него за аппаратура? Съемка идет? Ну, видеокамера. Хорошо. Игнат Тихоневич, почему могут сниться дурные сны? В последнее время и периодически. Был в Шамардино. Брат пьет периодически. Я попросил там за него образа неупиваемой чаши. После этого снится друг дурную сну про него. Будто я с ним дерусь. Но вместе с тем понимаю, что это не он. И даже не дерусь, а бью его. А он отец просто улыбается. Как будто я был в бессилии. И ему никакого вреда от этого. Ну вот, видимо, что есть, то и есть. Вот я даже просыпался, так на спине лежу. Утром встал, и рука поднята. Я показываю местописание там во время проповеди. Один раз видел такое, что меня избрали президентом в Южноафриканской республике. И я им проповедовал. Проповедовал на английском языке. Я мог тогда в то время. А ну, случился путь, меня свергли. И я прибежал, и на мосту в Барнауле стою. Вот понимаете, сон. То есть все время я с ректорами разных университетов договариваюсь о помещениях в разных... И народ везде выйду, все запружено народом. И прямо переживаю во сне. Ну, видимо, чем живешь, то и есть. Александр Ковальчук. Вот молодец какая. Маленькая борода, и он ее не трогает. Доброго вам дня, отец Игнатий. Знаете ли о святителе митрополите Игнатии Мариупольском? Нет, я не знаю. Александр Пожалицкий, город Симферополь. Спасибо с Господи, Игнатий Тихонович. Многое благое лето и вам, и все ваши братья. Мы там были. Там наши книги есть. И когда звонят, а книг там нет. Нету, в списках нету. Потому что они в каталог не внесены. Мы же в Москве даже были сначала зарегистрироваться. Мы приезжаем, говорю, а где книги? Они говорят, да кого-то они прямо... Мы поставили на самое видное место здесь. Ну, как пользуются? Говорят, половины уже нет. Они отдают, растаскивают, ну и все. Валентина Чарыева, город Ярославль. Игнатий Тихонович, я восхищение от вашей беседы... Здоровье, вот за вопросы жизни, журнал. Я стою с голубем, и... Ну, и они взяли на обложку. Я им говорю, на обложке это я у вас теперь. И написал, как я... 9 лет книги издавал, больше 30 тысяч часов за компьютером провел. И я вижу, определяю, где лошадь, где человек стоит, говорю. Все время морковка терта на самом мелком. Каждое утро у нас даже сейчас. Вот, воображаете, мы дорогой когда ездили, ночь останавливаемся где-то там, надо в лес заехать, спрятаться. И ничего не видно, огня нигде, чтобы не было там. Где-то разжигаем, все это закрыто, палатками закроем, огня не видно. Вот. А я в это время морковку тру в темноте. Все равно морковка у меня будет. Ну, и даю, в первую очередь, шоферу, потому что ему надо зрение, о котором другим уже не до этого. Такие были случаи. Вот, попутно все это сказать. Один раз, ну, где-то с трассы, наконец, увидели дорожку, съехали, а дорога пошла в обратном направлении. Ну, наконец, она свернула влево и оказалась залеза полосой. Ну, ночь. Ниоткуда не видать, можно костер разжечь. Ничего нету, ни дробь, ничего нету. А где же дрова-то брать? Я вот так вот шагнул в траву, что-то вот... Я траву-то стал наклонять. Поленница, друг. Прям настоящая поленница сложенная. Хочешь вверх, хочешь нет. Ну, я-то ехал, не ездил-то ни один. И она в траве лежит, вот такими вот, все это нарубленное, ну, мелкие такие. Разжег. А я печкой-то занимался, затоплял и прочее. Там на мне обязанность была. Другой раз ехали, ехали. Ну, не можем съехать, так не съехали. И в темноте видна там леска. Ну, заехали, шофер говорит, останавливайся. Ну, все. Остановились. Это я, или он сказал, не помню, как-то было. Ну, остановились. Ну, где теперь копать? Какое место? Я подошел в темноте-то, ямка. Посвети, посветил. А это мы когда сюда ехали, это наше место. Прямо на том месте остановились. Вот какие чудеса Бог делал. Татьяна Кругляк. Очень проповеди ваши интересны. Новы, критичные, впечатляющие, свободные. Но некоторые высказывания не находят категорически места в сердце. Особенно касающиеся распуска монастырей и малой необходимости молитвы. Наоборот, большую часть жизни посвятить молитвы. Малой необходимости молитвы. Она не о молитве сказала, а о часовых стояниях в храме по 5-6 часов. Маленький неправильный вызов. Ну, а на самом деле монастыри надо распустить, оставить только тех, которые не могут двигаться, и докармливать миссионеров, готовить миссионеров. Я за монастыри, но только не в этом порядке. То же самое. Это два же, она два же. Что она откопировала-то? А что же я ничего не сделал-то, не убрал-то? Это она, это вот зря попало. Я сейчас убрал. Вот все. Одна осталась. Ну-ка. Одна? Одна. Вторую убрал. Дальше что? Андрей Кучнерев, город Харьков. Он как? Спасибо Бог, Игнатий Тихонович. Смотрите, какой парень. Николай Леонов, город Днепропетровск. Опять. Что он пишет? Если летом сможете приехать в Днепропетровск, организуем встречу с молодежью. Ночелег и питание, все будет. Только вот один момент. Принять могу вас только в промежутке с мая месяца по июле включительно. В августе, возможно, уже уеду. Поэтому не могу обещать за август. Видимо, на следующем год он как раз и погиб. Вот он справа сидит. Чемпион мира по кикбоксингу. Мы рассуждали о том, что не надо убивать, воевать. И принимать присягу. И он никак не хотел этого. Я говорю, ты до 50 лет не доживешь. Но его убили. Надежда Билок. Игнатий Тихонович, прошу вашей помощи в молитве. Согласие о Владимире Б. Об освобождении от зависимости алкоголя. Крещен в православной вере, но в церковь не ходит. И нет желания ходить. Семья очень устала от всего этого. Прошу молитвенной помощи. Помоги, Господи, обрати. Это не просто так. Обрати. Но чтобы Бог опознал. Примирился со Христом. Алия Аитова. Здравствуйте, дедушка Игнатий. Спасибо, ваш ролик мне понравился. Ну, дедушка, я не соглашаюсь. С этим никак. Я не дедушка. Дальше. Людмила Пирожная. Игнатий, спасибо, с Бог. Юрий Кальминс. Отец Игнатий, я смотрел много ваших видео в Ютубе. Хотел бы спросить, знакомы ли вы с мессианским иудаизмом? Да, знакомы. Я евреи, верю в Иешуа. Стараюсь соблюдать заповеди, данные Бога моему народу, не отмененные приходами Иешуа на землю. Ну, если не признаете символа веры, то это ересь. Христа не признают за Бога. Только Мессия пришел, обыкновенный человек. То есть, нет учения о Троице. Это ересь, осужденная всеми соборами. О чем тут речь перебывала? Будто я с ним в сон дерусь. Брат пьет, я с ним дерусь. Это сон, который слиться. Ну, я же не считаю. Который молился перед иконой, неупиваемой чашей, а потом ему сон приснился. А, вот как, давай. Мой ответ. Видимо, так оно и есть. У нас от того, что нет никакого совершенно здоровья, здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее. Никто не в состоянии подспособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовые, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем с такой дорогой, как будто решились идти против заповедей его. Это Ян Златоус говорит. Вот если сравнить с тем, как мы живем, и заповеди Божьи, мы самые ярые враги. Это православные. Это о них он говорит. Он так говорит. Если противники, значит есть. А можно найти самого страшного противника. Который противится Евангелию. Можно. Это те, кто посмотрит на нашу жизнь православную и сравнить с тем, что написано в Евангелии. То он обязательно скажет, злейшим врагов найти нельзя. Это Ян Златоуст говорит. И я считаю, что в этом он весь. Второй Тимофей 3.9. Я так и считаю, на меня за это нападают. А вы судите. Зачем судить? Я беру готовое. Самые злейшие враги христианства, это православное. Интересно, державная партия, я в Крылевой администрации, заместителя губернатора, встретил там, беседовал, он говорит, а вы таких знаете, пока ты показываешь журналы. Мы за православие, но против христианства. В православии христианство несовместимое уже у людей соображение. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как с теми и случилось. Дальше. И Еремея 23.28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывать его, как сон, у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно, что общего мекина с чистым зерном говорит Господь. Я попутно покажу. Получил вот такое поздравительное. Не видно, это блестит, а то трудно снять. Прочитаю, что написано. Уважаемый Игнат Тихонович, сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Мира и здравия душевного и телесного желаю получить вам от росшегося Господа нашего Иисуса Христа. Да будет он вам надеждой, опорой, советником и руководителем в суетном всем мире. Благость и любовь Божия пребывают с вами вовеки. С любовью о Господе, настоятель храма святителя Николы на Берсеневке, Игумен Кирилл Сахаров. Ну, от храма Христа Спасителя метров 250. Познакомьтесь, он болеет иногда. Это удивительный человек, член Союза Писателей. Я когда бываю у него, у меня надевают стихари, я всегда проповедую. Всегда, без проповеди. Несколько проповедей бывает в день даже, говорю, у него в храме. Очень удивительный человек. Группа детей, приехал сюда, ну, все знает где-то. И все везде удивляется, удивляется. По всему миру везде ездят. К нему и патриархи, и всю службу, московский патриархат. Служба ведет только по-старообрядчески. Одеяния, люди, все по-старообрядчески. Вот самый правильный подход к Никоновской реформе. Находиться в церкви здесь, и в то же время вести себя так. Что тут? Так, Татьяна Кругляк. О чем она? Про ваши проповеди интересны. А, ну дальше. Что я отвечаю? А как это вы узнали, откуда? Я как раз и говорю, и делаю, чтобы молитва была на первом месте, и не менее семи раз в день, и всегда, и ночью. У вас неверные сведения. Покажите, где я, когда это говорил. Прочтите это в нашем форуме. Вот она. Римлянам 12.12. Римлянам, Ефесянам, Кавластинам, проспускают. Римлянам 12.8.4.2. Вот, просчитают. Дальше. Кому ответ даваю? Ну, тут непонятно, что это такое? Знакомы ли вы с мессианскими мудроизмом? Считаем дальше. Андрей Жигунов, Милана. Город Милан. Италия. Спасибо. Правда ли, что у Бога имя и Его? Да, именно так. Яхве, Ягве. Правильно даже будет. Семенфан Затворник так поясняет. Как говорится в молитве Отче наш, да святится имя твое. Спасибо за ответ. Ну, вот так. Юрий Машков, город Белгород-Днестровский. Украина? Белгород, да нет. А, Россия. Россия. Дальше. Игнатий, здравствуйте. У меня к вам вопрос. В поминальной записке, как правильно сокращать сан протеерей? Например, протеерей Евгений. Заранее спасибо Господи. Ну, прот напишите, и все. Что-то такого. Как у них бывает. Служить имеют право с отверстиями, вратами царским. Ну, ему пишут, протеерей с отверстием. Дальше. Елисей Дрегалин, город Москва. Как батюшка говорит, говорит, а если ему вопрос задают, а если жена не слушается, можно ли ее проучить как следует? Можно, но только если будешь ее наказывать, только левой рукой наказывай. Тебе право это благословлять, чтобы не повредить руку об ее кости. Пишет. Батюшка Игнатий, благословите. Я не батюшка. Прошу вас помянуть о здравии тяжко болящую Татьяну. Спаси Господи. Ну, так. Благословлять мы можем. Молитва. Галина Мир. Игнатий, вы молодцы. Помоги Господь. Смиренно прошу ваших святых молитв, Отче. Галина. Да благословит Господь Галину. Мы просим, чтобы Господь благословил. Игорь Сенченко. Мир вам. Искренне раз знакомство с вами. Храни вас Господь. Я не выбираю. Подряд всех беру. Ну, вот отзывы какие. Антуанетта Анна Козлова. Город Санкт-Петербург. Игнатий Тихонович. Спаси Господи за фильм о Потерявке. Помощи Божией во всем. Видите, как отметились. Это измерение. О именах. О имени Его. Вот я буду показывать, где это. Около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые, он всем отвечал. Имя ему Его. Скрывать Божье имя. Скрывать преступление. Вот они места. Покажи какие. Бытие 22.14. Исход. Дальше. Ну, все. А это было сделано преступление в православии? В течение двух тысяч лет. Вот и я делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божье Ягова, Яхве, Ягве, было заменено на Адонай, или по-нашему Господь. И это имя в оригинале в Святой Библии встречается более 7000 раз. Так что не я тут на виду, а туман опустившие. В моих книгах, открытым оком, в 32 томах, у меня имя Ягова встречается 2944 раза. Так. Упоминали записки, как говорите, отпущаю. Упоминали записки, нет никакой нужды упоминать звание генеральской или первого президента России, или протеерея. Там суд Божий, и звание только в тягость. Премудрая Соломона 6, 5 или 5, 5, 8. Страшно и скоро он явится нам. И строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Но я не знал, что это за упокой, поэтому так ответил. Раб был или не раб Божий, это и записано в поминальнике. Валентина Чарыева. А уж как яшу, мальчика перевоспитывайте. Такого еще метода никто не изобрел. А ведь здорово, все на серьезе и действует. Мне понравилось. Вот такой ролик есть, когда я дам плащ в полную кружку. Он перестал плакать. Ольга Карвонин, родной город Петрозаводск. Уже кое-что смотрел из ваших видео с радостью. Помогаю вам Господь Игнатий. Не знаю, как вас правильно называть. Отец Игнатий или просто Игнатий. Да как угодно. Богом Ольга. Я не отец никакой. Меня Игнатий Тихонович звать. Можно так звать. О чем тут речь шла, непонятно. Еще. Так. Там имя что-то, об имени сказано. Я отвечаю. Ну ладно, считай. Имя мне дались не сами родители. По святцам так сошлось. Игнатий значит неизвестный с греческого. А отец Тихон, приносящий счастье. Юрий Титов. У нас в России огромное количество не курящих, не пьющих, не лгущих подонков. И что, это и есть критерий, чтобы селить или нет в деревню? Ну вот видите как. Огромное количество. Да нет еще никакого количества. Почти на 100%. Самая курящая страна и самая пьющая. Что тут придумывать-то? Это хоть льготу себе какую-то набивает. Ну и строй деревню для пьяниц. У нас такой порядок. Но мы имеем право свой устав составить. Дальше. Валентина Чары во городе Рославль. Батюшка Игнатий пришла сегодня из храма, опять недовольная словом пасторе о дне поминовения погибших в ДТП. Наставление гаишника и только. Ничего молиться перед поездкой, во время поездки о иконке, находящейся в машине в качестве оберега. Ничего. Хорошо, я знаю еще кое-что, кое-кто из прихожан. А батюшка нас считает это оскоминой. Наверное, знаем мол, так мы же не в ГАИ. Вот еще немножко покажу, чтобы это было как. Марина Котлова, город Архангельск. Батюшка, помогай вам Господь. Понимаешь, как пожелала добра какого. Благодарю, Марина. Дальше. Юрий Титов, не пьющих, не курящих. Да дальше пиши, считай. А откуда вы, Юрий, взяли, что таких подонков нужно селить в деревне? И в какие? Поясните, сошлитесь, чтобы понять, на что мне ответить можно. А что останется безответным ввиду неясности вопроса? Дальше. Валентина Чары во городе Рославль. Батюшка Игнатий пришла сегодня из храма, недовольна. Все, все, ДТП. Валентина, вы в возрасте. Сколько же вам лет? Вы рассуждаете, как человек, имеющий трезвую голову и ревностное Богу сердце. Ваше рассуждение совершенно верное. Помолитесь о нерадивых и мертвых пастырях. Иеремия 23.1. Горе пастырем, который губит, разгоняет овец пасты моей, говорит Господь. Иеремия 34.2. Сын человеческий, из реки пророчества на пастыря Израилевых, из реки пророчества искажи им, пастырем. Так говорит Господь Бог. Горе пастырем Израилевым, которые спасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Не думайте, что это только для Израиля. Это и для православных, для патриарших, для старообрядцев. Это для всех, говорится. А когда скажешь, а что вы их судите, бревна там, сучки. Ну, пророк сказал-то, что вы трясетесь? Отец Михаил Сесимуков, город Сыктык-Вкар. Видишь, батюшка в форме, говорит, стоит дальше. Добрый вечер, уважаемый брат Игнатий. Хотел у вас спросить, можно ли купить у вас книги ваши, если вы отправите по почте для нашего прихода? Сколько это будет стоить? Ну, я уже показывал, сколько стоит. 24 500. Полный комплект, 38 книг. Вот, поясняй, вот она. Вот как раз тут и есть. Просто сфотографирую это еще раз. До сих пор. Пусть смотрят. А теперь дальше. Тормознете, посмотрите, почитаете. Это были сцены старые. Это давно уже устаревшие. Сцены на октябрь 13-го года были, а сейчас 16-й. Ну и дальше. Валентина Чарива, город Ярославль. Родная моя школа, где столько лет отработано, там был мой класс. Да. Как все верно, батюшка Игнатий. Надо мне Библию взять за правило читать. В свое время раза три пыталась и оставляла. Многое не понимала. Правильно. Тогда еще не готова была воспринять все. А теперь двери потихоньку отрезаются. Все мне ведь есть, имею в виду Господни книги. Это наш лагерь. Показано, какой лагерь был. А земле тут, это понятно, какой ответ. Видите, какие палатки были. Это каждый раз строили. И каждый год у нас все сжигали. 18-й раз. Там качели, видать, какие уничтожалось. Что он отвечает? Отвечает на фото и места писания. Ак, все чудно у Господа. Все он прописал заранее, что у нас во дворе творится. Молодой предприниматель воюет за клочок земли во дворе наших двух домов. Хочет строить кафе, но не кафе детское. Сколько судов было не унимается. С нового 28-го. Областной суд. Областной детской площадкой. Мы должны ему отдать. И вот я нашел ответ у Господа. Да великую работу вы делаете. Дай вам Бог здоровья и сил. Город Ирославль. Что она пишет? Как, батюшка Игнатий, мне начинать? С чего? Посоветуйте, пожалуйста. Простите, вы ведь заняты. Я же слышала в ваших выступлениях. О! Приветствую новокрещенной 13-летней Елене Сокольской. Галатом 4.15. Как вы были блажены, свидетельствуя вас, что если было бы возможно, вы исторгли бы отчество и отдали мне. Надежда Васильевна, понимаете, какой порядок. Как одетая. Не так, что она не замужняя. У Сараблясов, вот где платок, до полголовы открыты. Откуда они взяли? Вот благочестивое деяние. Это моя подруга жизни, Надежда Васильевна, жена. Она пишет на это. Валентина Черчиры говорит, какая чистота и невинность, даже от фото. Это она сама поставила, нашла и принесла сюда. Алексей Куликов. Спасибо, батюшка, за такие слова. Спасибо, Господи. Еще вопрос, если можно. Как стать сильнее в духе? Как стать воином Христовым? Постоянно бороться с собой? Христу, Христу. На молитве Бог делает таким. Я попутно хотел это показать. Смотрите, когда вы заходите здесь, а вот на этот ролик как раз отвечают они, там такие отзывы. Вот, если здесь, я не знаю, как у вас открывается, слово главное, вот видно, нажмете, вот здесь идут жития святых. Видите, выставляется почти каждый день. Когда-то в 80-е годы я насчитал, один человек теперь их делает по отдельности и выставляет, послушайте, так легко слушается. Вот что мы сегодня за ним могли показать. Богу нашему слава. Никита, благодарю, и Володя снимал. Слава Христу. Сколько документов пришлось сегодня показать.